В режиме полного блэкаута оказалась Краганда. На двух крупных станциях, ТТЦ-3 и Топарская ГРЭС, произошли техногенные аварии. На несколько часов областной центр остался без электричества, воды и мобильного интернета. Это после вчерашнего, не менее масштабного потопа. Сейчас появилась информация, что все подстанции города запитаны, но десятки улиц по-прежнему остаются без электричества. О темном четверге Вера Шеллер. Светофоры не работают, отсутствует мобильный интернет и вода из-за отключения электричества. Вся Караганда погрузилась в настоящий хаос. Без электричества в 10 часов утра остались все районы города, не работали крупные супермаркеты и магазины. Водители не могли заправить автомобили, потому что большая часть заправок не имеет генераторов на случай отключения электричества. А как мы можем заправить, если света нет? Скажите мне, пожалуйста. Не знаю. Это все, пожалуйста, нашему государству. Неготовыми к блэк-ауту оказались и поликлиники города. Люди не смогли получить больничные листы. База данных не работала, не принимали пациентов и кабинеты УЗИ. Медики вернулись к бумажному варианту работы. В штатном режиме мы, если компьютера нет, значит мы ручной заполняем. Бумажный вариант у нас сохранилось. Экстренно, а сейчас в данный момент нет. Вот кабинет экстренно реагировано, вот кабинет. Видите, там сейчас никого нет. Электричество не было не только в Караганде, но и в двух районах области. В Бухаржирауском и Каркаралинском. По официальной информации областного Акимата, причиной крупной аварии стало технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего произошло отключение. Причины и обстоятельства выясняются. Такое же ЧП произошло сегодня и на Топарской ГРЭС. В следствии произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВт ТЭЦ-3 ТО Караганда Энергоцентр и дальнейшем перегрузе линий электропередачи на 110 кВт, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС-100 пар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях. Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям города Караганда и Караганинской области порядка 350 мегаватт. На электростанциях сейчас идут восстановительные работы. В ближайшее время ограничения обещают снять полностью на данный момент. Электроэнергия и водоснабжение восстановлены не во всех микрорайонах города. Ситуация на контроле Министерства энергетики, Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование ЧП. Вера Шеллер, Тулегин Рашидов, телеканал Атамикен Бизнес.